МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Славяне в Америке» и я, ее ведущая, Таиса Печенек. В этой программе мы рассказываем, как славяне проживают в Соединенных Штатах Америки. Все мы выезжали из бывшего Советского Союза за прекрасной жизнью, а кто-то за свободой. И все это мы получили в этой стране. Америка действительно благословенная страна, и мы материально хорошо обеспечены здесь. Но несчастные случаи, такие как умышленное убийство, незаконное лишение свободы, отнятие детей и насилие здесь также есть, как и во всех странах. Об этом мы будем рассказывать в наших эфирах. Сегодня мы хотим рассказать, как славяне принимают детей, рожденных с седромом Дауна. Мы пригласили двух матерей, которые имеют детей с седромом Дауна. Как они себя чувствовали, когда узнали об этом, и как воспитывают этих детей, вы узнаете сегодня. Тема эфира «Дети, рожденные с седромом Дауна». И у нас в студии мать Валентина, которая имеет сына с с седромом Дауна. Добрый день, Валентина. Добрый день. Спасибо вам огромное, что вы пришли на наш проект. И расскажите, пожалуйста, в двух словах о себе. Меня зовут Валентина. У нас четверо деток с мужем. Мужа зовут Валерий. Мы приехали из бывшего Советского Союза, из Молдавии, 7 лет назад. 7 лет вы находитесь в Америке. Очень приятно. А деток, вы сказали, у вас четверо. Да. Какой по счету у вас родился ребенок с седромом Дауна? Четвертый. Четвертый ребенок. Покажите нам, пожалуйста, семейное фото семьи Валентины. Здесь, как я понимаю, вы вышли с роддома, когда родили четвертого ребенка, который с седромом Дауна. Как вы назвали ребенка? Тимочка. Тимочка у вас. Тимофей. Мы хотели очень поставить библейское имя еще до того, как он у нас родился. Поэтому у нас имя было готово. А покажите нам вторую фотографию, где уже вашему сыну, по-моему, год и три месяца, да? Да. Здесь опять вся семья в сборе Валентины. И уже ихнему мальчику год и три месяца. Когда вы узнали об этом, что у вас родится ребенок с седромом Дауна? Во время беременности или при родах? Во время беременности. Вы его родили здесь, в Америке, да? Да. Я родила в Америке его. На тот момент я видела сон. Потому что до того, как вообще забеременеть, я очень хотела ребенка. И это был долгожданный ребенок. И поэтому я молилась, чтобы Господь мне послал ребенка, чтобы этот ребенок был полностью его. Вот у меня вот такая молитва была. Потому что когда смотришь вокруг, что происходит с молодежью, мы очень сильно переживали. И вот такая у меня была молитва. И когда я уже была беременна, я не помню, сколько было месяцев, но я увидела сон. Я со всеми детьми вижу сны. Я знаю, кто будет. Мальчик, девочка еще. И я видела сон, потому что я просила у Бога девочку. У меня всего одна девочка, и я в семье одна. И я хотела, чтобы у моей дочери была сестра. И поэтому я просила у Господа девочку. Но я увидела сон. Я увидела лицо этого ребенка. Я поняла, что будут проблемы. Но я начала волноваться. Окей. Как вы восприняли такую новость, когда вам сказали при беременности, что у вас будет ребенок с этим синдромом Дауна? Ну, как я уже сказала, я уже и так волновалась. Потом, когда мне еще сказали, то это, конечно, был шок. Вы от сна сначала волновались, да? Во сне вы именно видали, что он у вас спал? Да, я видела, я держала его на руках. И я видела это лицо, и я очень испугалась. И потом пошли в больницу, и вам подтвердили, да? Потом, да, когда, как обычно, идут в 4, около 5 месяцев беременности, посылают на УЗИ, я пошла. И мне сказали, что подозревается синдром Дауна у ребенка. И послали меня на... Особый тест, да? Особый тест, да. Ну, я от теста отказалась, но они делали еще один УЗИ. И там как бы подтвердили, но сказали, что все органы у ребенка здоровые, что все с ним хорошо. Поэтому я как бы сомневалась. Думаю, ну, я молюсь, все нормально, и как бы все будет хорошо. Тем более, что все органы у ребенка здоровые. А на тот момент я уже в интернете делала некоторые ресерчи. Я знаю, что такие детки рождаются очень... С большими проблемами, да. Я тоже прочитывала очень как бы много об этих детях, то в основном эти детки все рождаются с пороком сердца, у них косоглазие, повреждены все органы. В общем, очень-очень много проблем, да. Я просто понимаю, как это тяжело для родителей, что кроме этого еще у детей вот эти вот все проблемы. И как бы они в детстве не очень спокойные, да? Или у вас спокойный ребенок? У нас, не знаю, все хорошо, спокойно играется. Но у нас проблем не было. Как бы у меня был очень сильный такой страх, что настолько он меня сковал, что я даже не могла молиться. Я боялась вообще произносить это даже. А как муж воспринял эту новость, когда вы сказали мужу, что у вас будет ребенок с синдромом Дауна? Ну, как бы у нас с третьим ребенком тоже говорили, что будут проблемы, и потом все было хорошо. И он не тонут, и не берет, и в голову, все будет нормально, и все такое. И когда уже потом родился этот ребенок, это, конечно, был для нас шок, но ребенок был здоров, так как мы молились о том, чтобы Господь нам дал здорового ребенка. О синдроме Дауна мы просто не молились. Я боялась это произносить. То есть мы молились о здоровом ребенке, Господь нам его дал здорового, без никаких физических проблем, скажем так. Когда родился этот ребенок, какое ваше было отношение к нему? Вы его восприняли как всех детей, или все равно какое-то было? Ну, конечно же, я его приняла... Во-первых, был шок, это естественно. Я боялась, не подпускала даже врачей, чтобы они его трогали. Я боялась, чтобы мы причинили какую-то боль, потому что я его восприняла не так, как других детей. Ну, к другим там делают им какие-то тесты. Мне было как бы, ну, нужно-нужно. Ну, да. А с этим ребенком у меня как-то... Мне хотелось, я не знаю, порвать всех, что ли, так скажем, чтобы только не делали ему больно. Ну, к ребенку к самому отношение жалость была, да? Да, жалко было, жалко было. И винила себя очень сильно. А в чем вы себя винили? В том, что такой родился ребенок? Да. Но вы здесь при чем? Ну, потому что я его родила. Он не виноват, при чем здесь он? Понятно. Покажите нам фото с мальчика этого, Тимофея. Где он был бабичкой? Здесь сколько лет? Или годик? Здесь ему около двух. А, здесь это около двух лет? Да. Знаешь, долгое время я, смотря на него, я не понимала, что это ребенок с седромом Дауна. Он не был похож абсолютно вот где-то, особенно до годика. Я вот не могла понять. Сейчас чуть-чуть заметно, но он красивенький мальчик, хорошенький такой. И еще одна у нас есть фотография. Это фотография, по-моему, вы сказали, здесь вы первый раз дали сладкое, да, вашему сыну? Да, ему здесь два годика. В два годика, да? В его дождении. Хорошо, расскажите, как он себя чувствовал. Я вижу, что у него не только губки, щечки в шоколаде, но даже и лобик. У него все вокруг мы были в шоколаде, потому что кто хотел там тронуть торт, он никому не давал. После родов вы 21 день не выходили из больницы. И когда вас уже выписали домой, то 7 месяцев вы не появлялись в люди. Когда люди приходили вас проведывать, вы не выходили к людям? Был у меня такой момент, как бы мы 21 день лежали в больнице с Тимочкой, а 19 дней я не выходила вообще, как бы только молоко погреть в соседнюю комнату. А так я с комнаты никуда не выходила, я постоянно была в комнате, то есть не хотелось никого увидеть, естественно, в таком состоянии была. Но он все время спал, в принципе, у него были трубки на нем, и я не хотела просто его оставлять. Я боялась, что опять начну там что-то ему делать, и я там не буду. Вы не хотели встречаться с людьми из-за чего? Просто не хотела никого видеть. Вот такое было состояние, да. Ни родственников, никого. Просто не хотелось никого видеть. Но я считаю, это депрессия, наверное, была, да? Во-первых... Ну, я не знаю, что такое депрессия может быть. Даже когда нормальный ребенок рождается, и бывает после родов, говорят, родовая депрессия, возможно... Я слышала, что такое бывает, но у меня такого никогда не было. Никогда не было, сразу. Нет. Я даже не представляю, что скоро родовая депрессия. Просто я знаю, одна женщина тоже рассказывала, когда она родила девочку с утромом Дауна, то она даже там, я не знаю, два или три года не выходила из дома. Ей казалось, что она родила какое-то чудовище, знаешь, все. Там за нее молились родственники, все, пока как бы дошло до нее, все такое, что это... Ну, не знаю, как бы за кого родила, но то, что мне было очень жаль, я себя очень винила, что как бы такое у меня было состояние. Я вот когда плакала, я всегда говорила, что Господь не смог защитить ребенка из-за того, что где-то мы неправильно себя вели, может быть, по жизни. Но по статистике вы знаете, что эти дети рождаются именно в нормальных семьях? Может быть, у меня знакомая, как бы Господь так повел меня вообще по жизни, еще до того, как я родила, я познакомилась по программе ВИК с Ольгой Анищенко. И вот она, ну, как я вижу, что это Господень путь, потому что у нее были проблемы с ребеночком, они его потеряли в итоге, но она мне очень помогла. У нас было такое, что мы с ней разговаривали по три часа. Я могла ее слушать. Это просто единственный человек, которого я просто могла слышать. Я могла слушать. А больше ни с кем не могла. Да, но слышать я не могла никого. Ну, хорошо, что вам Бог послал хоть такую Вольгу, которая могла с вами найти общий язык. А сейчас у нас рекламная пауза, и во время рекламы к нам присоединится еще одна мать Ирина, которая имеет двоих взрослых детей с синдромом Дауна. Впервые в Америке открылся новый телепроект «Давай с тобой поженимся». Для всех одиноких, кто мечтает найти свою половинку, заходите на наш сайт любовь.юэс. Заполняйте анкету, и мы поможем вам избавиться от одиночества. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Во время рекламы к нам присоединилась еще одна мать Ирина, которая имеет двоих взрослых детей с синдромом Дауна. Добрый день, Ирина. Спасибо вам огромное, что вы пришли на нашу передачу. И так же самое у меня первый к вам вопрос. Расскажите в двух словах о себе. Меня зовут Ирина, мужа Виктор. У нас большая семья, 14 деток. Мы с Одессы приехали 17 лет назад. 17 лет вы проживаете в Америке? Да. Вы 7? Да. Разница в 10 годах. У нас сейчас фотография. Это большое семейство Ирины. 14 детей. Все красивые, взрослые. Очень приятно посмотреть на такое семейство. И эти детки здесь тоже есть, да? Я понимаю. Я вижу Павла, да? Да, пятый ребенок. Пятый ребенок. Ну, ни за что по виду не скажешь, да, что у него Сидром Дауна. И девочка у вас, где она здесь? Наверное, в красном сарафанчике, да? Да, да. Предпоследняя Лори. Здесь сколько ей лет? Лет 14. Лет 14. Ну, тоже не определишь, да? Не скажешь, что у них Сидром Дауна. А следующую фотографию нам покажите, где это семейство уже с внуками. Это такое большое семейство. 14 детей. Какие у вас по счету дети, которые родились с Сидромом Дауна? Да, пятый и 14. Это самая последняя девочка? И пятый по счету? Да. Когда вы узнали об этом? Во время беременности или после родов? Я его родила в Одессе и уже после родов. Там не было еще в то время ультразвука, да? Да. Вы не знали? Хорошо. Как вы восприняли эту новость, когда вам сказали, что у вас ребенок? Очень тяжело. Тяжело, потому что четверо деток дома, да? Все нормально. Да, очень тяжело. В палату пришла врач, детская врач. И она даже вызвала меня с палаты. И тоже мне перед этим такой сон красочный приснился, яркий, цветной. И я на всю палату, было восемь женщин в палате. И я на всю палату рассказала этот сон, не понимающий его. И он дословно сбылся. И она всем сказала за деток, а меня вызвала в коридор. И упала, она была такого возраста, как моя мама. Она упала мне на плечо и стала плакать. Я говорю, ты красивая, а ребенок у тебя некрасивый. Я говорю, как некрасивый? Ну, мне кажется, да, они схожи, да, эти детки? Но они же красивые. У них же такие маленькие носики, да? Они же аккуратные такие. Почему она из-за того, что Сидором Дауна? Из-за этого она сказала? Я, говорит, думала, что это какая-то пьяница, родила пятого ребенка. А здесь нормальная семья, тем более христианская семья, где все окей. Да, она хорошая женщина была, виднопорядочная женщина была. Она меня завела в детскую комнату, куда никого не пускали. И все стерильно было. Она мне развернула его, показала все признаки, показала его. Но я не видела. Я ничего не видела плохого. Плохого ничего не видели. И вы его, когда уже вот она вам показала, это первый раз вы его увидели после родов, да? Да. Вы его увидали. Ну, какое у вас чувство было вот этому ребенку? Она мне, я не видела, не верила, не видела. Она позвала потом врача, как же это называется, этот врач? Генетика, да? Да. Генетика врача позвала. И та посмотрела, и подтвердила диагноз. И сказала мне, не плачь, это очень хорошие дети. Он никогда тебя не обидит. Если здоровый ребенок тебя обидит, а этот никогда тебя не обидит. А я говорю, думаю, ну что ж меня мои дети должны обижать? У меня уже есть, и никто не обижает. Они еще маленькие были, и мне так это показалось странно. Но когда мои дети выросли, этот старший мой сын первый, я тогда поняла, как могут дети обижать здоровые. А в тот момент, конечно. Да, а когда вырос, я всегда, потом я ее слова понимала, думаю, какая мудрая женщина. А потом, когда Павлик мой ходил в хай-скул, он приезжал с Баса, первым долгом он бежал ко мне, и так обнимет меня всегда. Никто из здоровых детей меня так не обнимал, как он меня обнимет, так поприветствует. Каждый день, вот так, я тогда так поняла ее, вот как могут даже неверующие люди, могут пророческие слова, вот так говорить. Ну, они уже, видно, работали с такими детками, и знают их отношения к родителям, и все такое. Покажите нам старшую фотографию, где старший сын, вот Павел. Здесь мы видим, что он вас обнимает, вы его обнимаете, и у вас на руках внучка. Это внучка у меня, 18-я внучка, да, после нее уже есть через пару недель 19-я. Нам написала на чате одна женщина, что когда у меня родился ребенок, вот я не помню по счету какой, второй или третий, с синдромом Дауна, то меня оставил муж. И нам это было так неприятно, а я говорю, а при чем здесь ты, при чем здесь, ты родила, что уже Бог дал. И это вообще я не понимаю, ну, видишь, как-то женщина или то, что она вынашивает этого ребенка, она намного сильнее, чем… Да, нет, невозможно. Во-первых, я 10 дней провела в роддоме и пришла к заведующей и говорю, почему меня не выписывают. Ты выписана, а ребенок… А ребенок оформлен на дом ребенка. Вау! И без вашего разрешения уже оформлены? Я говорю, я не пойду, я не оставляю ребенка, я забираю его домой. А тебе что, носили ребенка? Я говорю, да. Кто разрешил носить ребенка? Так кричала все. Это чтобы вы не кормили ребенка? Да, чтобы я его и не видела. У тебя четверо здоровых детей, зачем он тебе нужен? Да, а мама мне… Я не знала, что оформляют ребенка на дом ребенка, зато уже поликлиника знала. Уже поликлиника знала, а соседка работала медсестрой в поликлинике и уже маме сказала. И вся поликлиника гудела. И маме уже сказали, донесли маме. И мама на второй же день в роддом звонит, в 6 утра звонит на кухню. И зовут меня на кухню, и она мне говорит, Ирочка, дотенька, не оставляй ребенка ни в коем случае, мы с папой его вырастим. Чтобы наша кровинушка, говорит, не валялась где-то, говорит, ни в коем случае не оставляй. Получается, бабушка побеспокоилась о своем внуке, что лучше я его заберу, чем… Да. Но это действительно жить где-то и думать, где твой ребенок находится в каком-то приюте. Или же кто-то, как обычно, усыновляет и дочеряет этих деток, да. И не знаешь, кому он попался, в чьи руки. Ирина, большой опыт, 30 лет, у вас старшему сыну 30 лет. Да. Как нужно воспитывать этих детей с синдромом Дауна? Нужно ли к ним относиться с особым таким, вот знаете, с особой такой жалостью, с каким-то особым подходом? Или же их нужно воспитывать как всех нормальных детей? Ну, я уже из своего опыта, их нужно и принимать как здоровых детей, как обычных детей, и воспитывать как обычных детей. Разницу между ними не делать? Да. И тогда, и для них будет это легче, да, они будут видеть, что они как все детки и все. Здесь на фотографии мы видим, как Павел, сколько ему здесь лет было? Это внуки уже, это в прошлом году, может быть. Это он уже с внуками играется. Для внуков классно, да, хороший дядя, катает на спине. Любят, да, все его и в семье, и в церкви, все его любят, он очень общительный. Молодец. Добрый, да, ласковый, всех любит, и его все любят. Молодец. Покажите нам, пожалуйста, фотографию теперь с девочки, где девочка в детстве. А здесь сколько лет вашей Лори, да, ее зовут? Лори, два годика. Здесь ей два годика, Лори. Это вы здесь ее родили или там? Это здесь она в Америке, да, родилась у вас? Хорошо, а следующую фотографию покажите, где она уже постарше. Здесь сколько ей, лет 7-8? Да, да, это она на коньках, да, брали ее. И все как нормальные дети, они понимают и катаются, все как положено, да? Никаких с этим проблем нет. Да, они хорошо понимают. Я переживала, когда Павлик родился, я переживала, чтобы он не был глупым, что детки маленькие, еще будут дети, переживала, чтобы он не был глупым. И ничего подобного. Они достаточно умные детки, достаточно умные. Вот смотрите, рождая одного ребенка с седромом Дауна, второго, у вас никогда не было такого чувства, что лучше бы этот ребенок не родился или бы вот умер сейчас, чем он будет жить и мучиться. Не считали вы, что его жизнь будет как бы мучением для него или тяжестью дела? Если когда не знаешь, то когда уже знаешь, какие эти дети, у меня лечащий врач уже здесь в Америке, говорит, не переживай, я знаю, что у тебя двое таких детей, не переживай, это хорошие дети, это love дети. Которые любят. Да, так они и есть такие, любящие. Теперь я и другим могу сказать, что это за дети. Но это же так тяжело. Любой ребенок, когда рождается, мы никогда не знаем, каким он будет. Ну да. Это здесь то же самое, но эти дети, они настолько чувствительные, настолько любвеобильные. У меня, Тимочка, когда мы лежали в больнице, 19 дней я вообще не выходила, вообще никуда. И у меня врачи уже начали ругать. Ты должна пойти домой, ты должна детей своих других увидеть. Иди развейся, а то ты заболеешь. Ну, одним словом, я собрала сумки. И просто после того момента я как бы поняла, что эти дети намного чувствительнее, чем другие. Я только опустила руки, чтобы взять сумки. Он первый раз за эти 19 дней заплакал. Почувствовал, что мама уходит, да? Он просто почувствовал, что я собираюсь уйти. Я настолько, я даже ошарашена была. Я не понял, он никогда не плакал, только когда ему там делали тесты или кололи его. А тут он просто спал и просто начал плакать, когда я только опустила руки взять сумки. И вот я постояла около него, муж зашел, говорит, что случилось? Я говорю, он заплакал. И мы постояли около него, пока он успокоился. Потом мы уехали, через два часа я вернулась домой. Назад? В больницу, да, назад. Я подошла к его кроватке, он заулыбался. В тот момент, когда я над ним нагнулась. Поэтому с тех пор я поняла, что Господь дал, и Он всегда знает то, что Он дает. Он наперед знает, в какую семью дать. Мне Оля очень успокаивала. Где будет любить этого ребенка, да? Она мне говорит, Валя, ты представь, если бы этого ребенка Бог послал в ту семью, где его не любят. Я говорю, у нас в семье его будут любить. Мы сделаем все, чтобы ему было хорошо. И если Господу угодно было эту душу послать на землю, то пусть это будет в нашей семье. Мы его не обидим. Поэтому и Господь носил нас на руках все это время, пока, особенно первое время. У меня буквально доходило до парковки. Вот я еду в магазин, я хочу стать ближе. И вот передо мной машина выезжает и освобождается место. У меня молока никогда не было кормить детей. Я максимум кормила три месяца. И то ребенок худой был такой, что вообще. У этого ребенка я за три недели, пока там лежала, я наполнила морозилку, большую морозилку. Некоторое из холодильника. Господь знал, что ему нужно будет материнское молоко. Бог мне дал его. Поэтому Господь нас носил на руках. И ради этого, ради того, что я получила ответ на свою молитву, я хотела, чтобы ребенок был с Господом всегда. Господь мне дал такого ребенка. Я просто не знала, что речь идет, и что я прошу такого, такое. Но вот Господь мне дал, и я сегодня, я хочу всем сказать, мамам, которые, может быть, еще будут иметь, чтобы они не плакали и не теряли время напрасно и свое здоровье. Потому что эти семь месяцев, которые я просто проплакала, я не видела этого ребенка, можно так сказать. Да, и свое здоровье угробляешь этих, да? Или ты была бы здоровой, нормальной, полноценной. А это счастье. Это просто он нам не принес ни одной слезинки за эти три года. Вот сколько ему уже три года в мае будет. Он нам, кроме радости, ничего не приносил. Ирина, вам такой вопрос. Помогаете ли вы молодым матерям, которые имеют детей с синдромом дауна, морально, да? Да. Даете какую-то поддержку? Чтобы вы уже имеете большой опыт, 30 лет, помогаете таким матерям? Да, очень много у меня встречается. Я объясню. Значит, Валечка тоже ваша, это, да? Клиент. Вы ей помогли именно в тяжелый момент, когда нужно было, да, Валя? Поддержка нужна была, да, в тот момент. И еще у меня будут для вас общие вопросы. А было ли для вас важно мнение окружающих, когда у вас рождались эти детки? Или вам было все равно, что люди скажут? Да, вот для меня было все равно, например. Для тебя, Валечка? Я не знаю даже, как сказать, конечно, мне кажется, все равно прям мне не было, потому что... Было важно все-таки, да? Да, мне было важно, потому что как бы я настраивалась на ребенка, который будет Господу служить. Знаешь, вот были свои планы на ребенка. И я просила, чтобы он был такой прям супер ребенок, супер христианин, супер верующий. То есть, наверное, да. Первоначально, конечно, было очень важно, потому что рухнуло все то, о чем я мечтала. Мечтала, да. А потом, конечно же, после некоторых вещей, которые у меня как бы в жизни произошли, мне даже жить не хотелось. Был такой момент, что я не хотела ни жить, ничего. И я вспомнила просто, как я его вообще родила. Потому что я его родила в 7 месяцев, 34 недели ему было. Он еще был недоношен. Да, он был недоношен. И я очень сильно хотела его увидеть просто настолько. Не потому, что увидеть он даун-синдром или здоровый ребенок. Просто я очень ждала ребенка. И на тот момент мне уже на УЗИ сказали, что мы ничего не видим, все нормально. И как бы я уже успокоилась. Я очень хотела, чтобы быстрее его родить. И думаю, так, 7 месяцев уже так нормально. Он уже не умрет. Надо что-то сделать, чтобы быстрее его родить. Такой немножко крэйзи-мама. Я не знаю, как это назвать. Но потом я поняла, что это был Божий путь. Потому что я, ну как, делать тяжелую физическую работу специально, чтобы меня в роддом отвезли пораньше. Я таскала там, муж рубил деревья. Я ему там пыталась помогать. И потом, когда у меня уже начинались схватки, все это дело начало прогрессировать. И я ждала до последнего, что была уверена, что меня уже не остановят эти роды. И когда я поехала, и к утру уже родила, в 3 часа ночи меня отвезли. Валера отвез. И утром, когда я родила, он родился с вот такой пуповиной. И врач сказал мне, скажи спасибо, что он родился сейчас. Потому что они мне пытались остановить роды. А потом уже поняли, что не получится. И уже, говорит, будешь рожать. И он родился с очень короткой пуповиной. И он говорит, если бы он родился позже, то он просто уже 7 месяцев, он начинает двигаться, он бы просто ее порвал. И в течение 5 минут умерла бы и ты, и ребенок. И никто бы даже не знал, почему. Было бы внутреннее кровотечение. То есть когда я эти, ну как, анализировала все потом, когда уже начала приходить себя, я просто поняла, что Господь дал мне жизнь для чего-то. То есть я могла умереть. У меня, мне врачи это сказали вместе с ребенком. Но почему-то Господь эту жизнь оставил. И мне, и ребенку. Так что я благодарна Богу. И хочу сказать другим мамам, что если вам Господь дал этого ребенка, скажите спасибо и вперед. Берете ли вы ваших детей в церковь? Обязательно. Да? Да, они выросли. Выросли в церкви. В церкви, да. Я знаю просто несколько семей, которые не берут детей в церковь. И даже в церкви не знают, что у них есть дети с синдромом Дауна. Они их оставляют постоянно дома. То муж остается с этим ребенком, то жена, и они в церковь не берут. И у некоторых уже подростки, детки вот такие вот. И ни разу в церкви не были. И почти в церкви, кроме родственников, никто не знает. Что у них есть дети с синдромом Дауна. Я считаю, это очень важно брать детей, чтобы они все равно слышали о Боге. Они же понимают, правильно? Если вы им читаете Библию, у вас уже взрослые дети, они же прекрасно понимают. Он по радио идет проповедь, а он говорит, мама, it's true, it's true, это правда. Он все слушает, слушает проповедь, слышит, понимает и спрашивает, мама, это правда? Да, говорю. А у нас, когда мы на прославлении, он все время у нас там хлопает. И когда прославление заканчивается, он начинает плакать, потому что хочет еще. То есть я просто не понимаю этих родителей, как они могут лишать, во-первых, этих детей столького хорошего общения, во-первых, и я не знаю. Покажите нам еще одну фотографию с девочкой Лори, где ей 16 лет. Здесь она с мамой. Так, мамочка, прокомментируйте, что вы здесь с ней лепите? Лепим тевтели. Тевтели вы здесь делаете. Тевтели мы с ней делаем. Она такая happy, счастливая, да, что с мамой. Все помогает. Все помогает. Я говорю, так, Лорочка, ручки есть, будем делать. Мы пока только стирку вместе складываем. Все делаем, да, вместе. И покажите нам последнюю фотографию, где вы, ваши родители, да, здесь отец, я понимаю, ваш, да, ваш отец, мать, вы и эта девочка Лори. И еще один у меня вопрос. Что бы вы пожелали тем матерям, которым врачи сказали, что у них родится ребенок с синдромом Дауна? Ну, я бы пожелала тоже не плакать, не тратить даром время на слезы, не портить свое здоровье. И относиться как к здоровому ребенку, принимать как здорового ребенка и относиться как к здоровому ребенку. И он будет и любимым, и в семье, и будет хорошо. Они это увидят, но попозже. Поэтому не нужно делать таких решений, нехороших вначале. Они не видят. Дети не видят, они их любят. Еще больше любят, да. У меня девочка, мы с Ирой ехали вместе, я рассказывала, когда люди так относятся к нам, ой, с такой жалостью. Она мне говорит, мам, а что это они? У нас все хорошо. А что это они так, ну типа, ссори, что у вас вот такое? Она говорит, а что они? У нас жилет, у нас все отлично. Здесь наоборот, скажи, очередь на этих деток. Я когда была в больнице, лежала, мне давали документы подписывать, потому что говорят, мы видим, что ты очень переживаешь, тебе будет тяжело их смотреть, а у нас 250 человек на одного ребенка. Вау, 250 человек в Америке на одного ребенка. Да, и я испугалась и перестала так себя, наверное, вести, потому что, думаю, еще заберут его. Запросто могли бы забрать. Спасибо вам еще раз, что вы пришли на нашу программу, рассказали о своей нелегкой жизни. В России при коммунистической власти таких детей прятали. Их не показывали в обществе. В Европе, в Америке эти детки проживали в семьях. По статистике, на данный момент в России 85% родителей отказываются от таких детей. Для них сейчас открыли особые приюты, где этих деток воспитывают. Если ребенок остается в семье, то он проживает от 40 до 60 лет. Если же родители отказываются от этого ребенка, то 85% в России этих деток умирают до года. Вот что мне очень сильно интересно, что 85% умирают этих детей до одного годика. В семье они проживают от 40 до 60 лет из-за того, что они окружены лаской и любовью. Дети — это благословение Господнее. Какие бы они у нас ни рождались, мы должны их принимать как подарок. Я знаю, что очень тяжело иметь таких детей, но с Богом мы не можем спорить. Когда рождаются здоровые дети, то мы прекрасно понимаем, что они даны нам на время. Вырастая, они женятся, выходят замуж, а эти детки остаются со своими родителями до смерти. Дай Бог вам, дорогие матери, крепкого здоровья, долгих лет жизни, силы и терпения. Спасибо. Спасибо всем телезрителям, кто сегодня был с нами. Если у вас есть также интересные истории, то звоните нам в студии по номеру 503-734-58-15 и мы обязательно вас пригласим в эфир. До скорых встреч. С вами была Таиса Печенек с программой «Славяне в Америке». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова